Всем привет! А вот и я! Как и обещала, мое новое видео о моем походе на московскую выставку «Формула рукоделия». Само мероприятие было юбилейным 20-м по счету. Я была там 2 дня. Сама выставка длится 4. Прошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и нажмите на колокольчик. Это вот тут. Тут. Давайте уже смотреть. Ну что, друзья, вот мы и в Москве. Иду пешочком через парк. Здесь очень красиво. Использую, кстати, новый микрофон. Надеюсь, что он ловит нормально. Единственное, что насадку против ветра пришлось снять, потому что она закрывает мне камеру. Погода довольно ветреная. Если вы южанин, как я, то надевайте два свитера. Как я. Едва приземлившись в Москве, я сразу нацепила второй свитер, потому что разница вроде незначительная. Всего 2 градуса, но... Блин, так холодно! Это жесть! А вот так выглядит моя насадка миновая против ветра. Точнее, нифига она меня не спасает, потому что меня не видно. Друзья, я потратила хреновую тучу денег, чтобы купить себе эту бандуру. Это направленный микрофон. Но, как оказалось, он не очень удобен для съемок через эту камеру. Как она там? Я не знаю, как правильно. Передняя, задняя, фронтальная. Ну, которая смотрит на тебя, в общем. Зонтик кто-то забыл дома, но все равно идет. Ребят, хотите прикол? Расскажу. Я ехала в такси, когда из дома в аэропорт. Закипела машина. Летела в самолете. Попала в турбулентность. Прилетела в Москву, не могла уехать. Такси дорого стоила, жаба дышила. Ждала автобус. Сейчас иду на выставку. Уже подошла. Идет град. Ад. Представляете? Ад. Та-дам! Ну, вот он, выставочный павильон. Сейчас зайдем внутрь. Ура-ура-ура-ура. Мы находимся в павильоне номер 4. Вообще, если просто, чтобы увидеть масштабы, я сейчас заберусь на лестницу и просто поснимаю, покажу, как это все выглядит. Увидела тут у мастериц некоторых квестовые листики. Сейчас хочу тоже найти, поучаствовать. Сейчас поищем. Вам нужно пройти, либо вот, сначала начать с цикла, а с пульс, отсюда. Либо пройти, чтобы был длинный или другой. Там, где пряжи, да? Да. С чего начали? Начинаем в хаотичном порядке. А, я в любом случае успею, да? Вот задание. Задание. Ну что, пойдем участвовать. Бежим, бежим. Получать. Штампики. Надо собрать штампики. Блин. Что-то мне непонятно. Один штамп поставили, а куда мне дальше идти? Ну, у нас штампики ставили? Нет. Можно у вас поставить. Тут у вас форму на выходе, нет? Ну, а что именно? Ну, нам все равно, что здесь поставили. Угу. То есть, кстати. Право, есть телешон, и снимаемся у нас на... Спасибо. Бежим дальше. Ищем. Где же это может быть? Где же это может быть? Кто еще ставит в печати? Ну, какая прелесть. Еще один стенд. А что надо сделать? Заполнить? Анкету заполнили. Отдаем. Готово. Отлично. Еще один интересный подарок от организаторов. Заполняйте вот такой вот листочек. Кидайте его в барабан. Так. Можно бросить, да? Ага, вы заполнили? Да, заполнила. Да? Все. Спасибо большое. И в 4-м облицена ждем. Спасибо большое. Ну, все. Мой номер 69. Вроде, да, 69. Ну, и... Идем. Так, мы немножко отвлеклись. Ну, примерно так. У нас тут по плану заполнение вот этого бегунка. Сейчас в трех стендах я была. Осталось еще два. И потом разгадка ребуса. Но тут... Ну, за счет моего роста, наверное, я нифига не могу понять, куда мне идти. Ни одной выписки нормально не вижу. Сейчас придется посмотреть по уходке. Я сохранила. Еще одна печать получена. Надо проголосовать за лучшую работу среди выставленных. Стенд называется День учителя. У меня уже стресс. Короче, мне тут добрая рукодельница одна подсказала, что надо отгадать слово. Вот я пришла на стенд, сейчас буду отгадывать. Посмотрим, что из этого получится. Я уже устала. У меня в четыре часа еще я записалась на мастер-класс по вязанию из такой толстой-толстой пряжи. Посмотрим, что там будет. Вот мое задание. Надо разгадать, что здесь зашифровано. Второе слово – это ручной. А первое... Я не знаю. Я сейчас буду думать. Вот я курица. Это горный ручей. Я разгадала. Горный ручей. Есть. Давайте. Наверное, не знаю. По-моему, сюда куда-то? Крепут? Нет. Спасибо большое. Это вот так, да? Сюда? Ох. Что мне надо делать? Сниматься? Ну ладно, снимемся. Молодой человек будет снимать меня. Держите. Так. Экзекуция камеры Протина. В чате собраны. Отдаю. Девушка. Пожалуйста. Останавливайте мне эту карточку. Это скидка 10%. А, я себе оставляю. До нового года. Ага. Спасибо большое. Уря. Уря-уря-уря-уря. Вот что я получила. Так. Это вышивка. Класс. Молодцы организаторы. Я в восторге. Мне как раз нужны были нитки мулине. Вышивку я даже знаю, кому отдам. Нитки заберу себе. На моих швейцарских почти без пятнадцати четыре. Мне пора прогуляться, покушать, осмотреться. Четыре часа будет розыгрыш призов. Ну, уже почти четыре часа я перекусила. Почти всю помаду съела. Купила я вот такую вот линейку. Линейка Лекала. Вот. Она необходима тем, кто занимается скетчингом. Купила я это на тебя, Сева. Ты знаешь. Сейчас я иду на мастер-класс по дизайне. Со стадикамом у меня дружба не сложилась. Видимо, мой косяк был в том, что надо было дома больше удивить вниманию тренировкам. Пришлось вынуть микрофон, который я жила без контакта, беспроводную. Потому что он был неудобен. С стадикам с ним начинал выеживаться. И, к сожалению, не получалось уравновесить его. Такой вот косяк, учитывайте. Значит, я буду возвращать его. Начнем с воздушной петли. То есть, каждая цепочка, она подразумевает первую воздушную петлю. То есть, кладем на руку кончиком от себя. То есть, можно прям влежать, посмотреть. Видите, я вижу. Такая получилась колбаса. Протягивается. Да вроде. Такая вот она получилась. Подушечка. Для Нью-Борн фотосессии очень, наверное, подойдет. Музыка. 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 Видите вот эти полотна, как думаете, что это вообще? Это вышивка бисера. Вон сколько пряжи, завались, а это у нас расходники для скраббукинга. Девочки, можно здесь жить, поселяемся здесь на этой формуле. Вот, а с ним себя представляем. Субтитры создавал DimaTorzok Кто сидит на моем блоге, у меня там ссылка есть на вот этот магазин, искусница. Смотрите, магазин предоставляет скидку 15% по промокоду формула на сайте. Вот сайт. Если что, вдруг он у меня продублирован в моем блоге. Заходите, пользуйтесь. Так, а это красоты пост для фанатов мыловарения. Мыльные букеты, слушайте, какая классная вещь. Очень классная идея, мне нравится. Просто огонь, красиво. Девочки, хватайте и бегите. Если вы любите красивую выпечку, вам сюда. Когда плющит не только тебя, но и бутылочку. Леонардо, иголочка и гамма не оставили нас без набора своих буклетов. И у них сейчас какой-то розыгрыш. Сейчас пойдем посмотрим. В общем, они ведут розыгрыш. Постаривайтесь вот с этих стендов на 500 рублей. И вам дают купон для участия в розыгрыше. Там еще рядом соседний отдел с пряжей. Ну, пряжу я дома видели. Ну, суть в том, что, в общем, затариваетесь и участвуйте. Розыгрыши у них на каждый день. Так, набор для тех, кто любит шить игрушки. Все готово. Просто покупайте и шьете. Думаю, схема прилагается наверняка с выкройками. Здесь есть танки для рукоделия. Ой, ребята, ну прям очень хочу себе такой. Сейчас покажу. Вот такой вот Серега мастер. Так, тут организовали небольшую зону отдыха. Сейчас покажу. Там можно покушать. Мы были в том павильоне. Сейчас мы пойдем в следующий. Теперь другой. Такой же большой. Хочу, если честно, увидеть побольше работ. Хочу увидеть мастеров. Надеюсь, что вам было интересно. Кто-то, возможно, впервые узнал о формале рукоделия и в следующий раз сам поедет туда и поучаствует. Может быть, даже что-то будет демонстрировать там на этой выставке. Остальные части ждите. Скоро вы их увидите. Все, всем пока. Не забываем подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Пока! Жми на колокольчик! Жми! 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 Продолжение следует...